Десять лет назад в городском округе Люберцы открылся первый негосударственный детский сад «Ласточка», который реализовал новую форму сотрудничества государства и бизнеса – государственное частное партнерство. Благодаря этому содержание детей частично оплачивается за счет бюджетных средств. За эти годы он выпустил во взрослую жизнь сотни малышей, которые стали прилежными и успешными школьниками. Наша съемочная группа побывала на празднике, посвященном юбилею дошкольного учреждения. Из нее выходит, но никогда не возвращаюсь. Имя этой страны – детство. Виктория Каменцева – выпускница детского сада «Ласточка». Девочка учится в шестом классе, но до сих пор с теплотой вспоминает время, проведенное под надежным крылом заботливых воспитателей. И сегодня она – одна из ведущих праздников в честь десятилетия любимого сада. Очень много теплых воспоминаний, связанных с детским садом, потому что много было приятных моментов. Хочется вновь вернуться в детский садик, потому что, ну, понятное дело, что здесь гораздо даже кажется, что было легче, лучше, чем даже в школе. Беззаботное время вспоминают с ностальгией родители выпускников «Ласточки». Они также пришли разделить праздник с педагогами, которым в свое время доверили самое дорогое – своих детей. У меня дочка, да, ходила она, ей еще не было двух лет, начала она посещать «Ласточку». Как раз «Ласточка» почти только открылась, проработок не так много, но мы всегда были очень довольны. Довольны и педколлективом, и тому, какие праздники проводились, то есть как занимались с детьми. Не менее трогательный и волнительный этот праздник и для сотрудников «Ласточки». Лариса Сазонова работает в детском саду со дня его основания. Она воспитатель и преподаватель английского языка. Узнать некоторых по прошествии 10 лет достаточно трудно, но растрогано вообще в высшей степени. Своим коллегам я хотела бы пожелать, чтобы нам было так же приятно приходить на работу каждый день, встречаться друг с другом и, конечно же, каждый день новых идей и движения вперед. Движение вперед можно назвать главным девизом «Ласточки». За 10 лет у детского сада появилось еще два корпуса. Самый большой из них – в поселке Томилино. И если раньше дошкольные учреждения посещали всего 50 малышей, то сегодня количество воспитанников превышает 260 человек. Коллектив сотрудников за эти годы тоже значительно увеличился. Первый год работало в детском саду всего лишь 12 человек, а сейчас это коллектив более 50 человек. Замечательные, любимейшие педагоги, творческие, поистине добрейшие, заботливые люди, чудесные помощники воспитателей. Мы три раза становились лауреатами премии губернатора «Наша Подмосковья». Мы с 2021 года активно участвуем и реализуем национальный проект «Демография». Открываем дополнительные места для ребят от полутора до трех лет. Те родители, которые привели деток 10 лет тому назад в детский садик, приводят сегодня и последующие свои поколения. Сегодня детки, которые приходили к вам в 2013 году, они уже подросли. Они школьники, они умные, замечательные, красивые дети. Почему? Ну потому что они изначально, дошкольное образование, получали вот в таких прекрасных стенах, где все пропитано эстетикой, добротой. Особенность детского сада «Ласточка» в том, что здесь предлагают широкий спектр услуг дополнительного образования. Малыши занимаются шахматами, хореографией, вокалом, изучают иностранные языки. В программу включены занятия по риторике и футболу. Луиса Игязарян, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.